Равняйся! Феррак! Равнение на средину! Товарищ генерал-майор! Состав участников более чем представителен. 27 команд территориальных органов МВД России Краснодарского края. Турнир уже стал традиционным и последние несколько лет проводится на базе спортивного комплекса «Витязь». От имени главы города мы желаем вам всяческих побед не только в спорте, но и в жизни. Хочется пожелать вам крепкого здоровья и успехов в труде и в спорте. Министерство внутренних дел уделяет особое внимание спортивной подготовке своих сотрудников. Поэтому соревнования регулярно проходят на краевых и всероссийских уровнях, не только в футболе, но и других видах спорта. Я надеюсь, что эти соревнования тоже будут примером такого достойного мастерства. Мы готовимся сейчас в следующем году к соревнованиям, которые тоже пройдут у нас на территории города-курорта Анапе. Это уже спартакиада Министерства внутренних дел. Поэтому это также будет нам подготовкой, хорошим таким тоном для соревнований уже всероссийского уровня. Соревнования длились два дня. Накал, ожидаемо, пришелся на финал. В борьбе за победу нередко игра велась предельно жестко. Нередко с нарушениями правил. Есть! Это желтое! Чисто! Достойные игроки и футболисты действительно прошли, которые и школу, профессиональные лиги играли. Поэтому достаточно уже высокий уровень. С каждым годом все лучше и лучше. Поэтому есть на что посмотреть. На церемонии награждения был отмечен и игрок Анапской команды. В номинации «Лучший защитник» награды от руководства удостоен следователь Владимир Уфлиян. К сожалению, но до финала нашей команде дойти не удалось. Не хватило сыгранности и собранности команды. Мало тренировок. Больше надо было еще кадровый состав подготовить. Так-то все в целом нормально, хорошо все бились, все достойно. Ну, чуть-чуть не повезло. Результаты турнира таковы. На третьем месте команда полицейских из Выселковского района. Второе место за Приморско-Ахтарским районом. А победителем соревнований стала команда отдела МВД России по Денскому району. Руслан Душевский. Анапа. Регион.